всем привет в этой части мы будем делать развертку нашей модели также если я успею я сделаю в этом же видео тестовый бейк и накинул какой-нибудь простенький материал в substance painter и чтобы просто посмотреть как у нас получилось запекание начнем с развертки я немного оптимизировал модель с прошлого видео довел общий полигонаж до двух тысяч двух треугольников и теперь надо развернуть разворачивать я буду в 3d максе и в ювелай ауте сначала в 3d максе и отдельном видео ювелай ауте почему в ювелай ауте потому что программа довольно популярная и позволяет некоторые моменты которые сложно сделать 3d максе сделать легко поэтому я покажу какие плюсы дает эта программа хотя все можно сделать и в 3d максе без проблем в принципе нет никакой разницы если вы даже вы делаете в 3d максе кроме удобства разве что также прежде чем начать разворачивать нужно сказать что развертка имеет некоторые нюансы если мы запекаем карты нормали потому что карты нормали накладывают определенные ограничения на развертки и на группы сглаживания создам кубики на я на примере кубика покажу быстро вкратце расскажу вот у нас есть кубик и мы допустим хотим запечь нормали на этот кубик если мы оставляем кубик как есть то есть запекаем вот это лоу поле будет вот такой то это означает что у каждой грани есть своя группа сглаживания отдельно или другими словами вот эти ребра являются жесткими хардэджами если это так то необходимо чтобы на юге развертки я наложил модификатор он в раб все части все хардэджи были для 3d максе зелеными то есть все жесткие грани должны быть зелеными то есть там должен быть разрыв на юве это такая особенность именно при запекании карт нормали если это правило не соблюдать там появятся швы которые нельзя будет не как убрать поэтому должен быть обязательно разрез на месте хардэджа если у нас будет одна группа сглаживания на все на весь объект вот таким вот образом то тут это правило не обязательно то есть не обязательно разрезать мы можем разрезать там мне нам удобно но при таком варианте если мы делаем все одну группу сглаживания артефакты сглаживания маша дадут градиенты на карте нормали поэтому это всегда компромисс между созданием большого количества швов и уменьшением количества градиентов но это так вкратце пока мы не будем на этом сильно заострять внимание будем работать на нашу моделью просто будем иметь в виду вот эти два момента соответственно когда человек опытный делает развертку он сразу может предположить где будут хардэджи и нарезать модель так что по развертки можно сделать группы сглаживания покажу на примере возьмем вот эту вот этот элемент я накладываю он в раб я сначала покажу медленно как я буду делать вот у нас абсолютно нет никакой развертки я делаю tools flatten mapping потом я делаю релакс найти на эти кусочки и все если вы посмотрите то видно что у нас появились зеленые швы здесь 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 ну и так далее я сделаю копию мыши сейчас объясню в чем дело если бы я сделал развертку другим методом например вот так то есть я бы взял бы это все объединил бы в один сгладил потом края бы тут вот порезал то есть я делаю выделяю делу брейк потом разрелаксил таким образом было бы меньше швов но нам бы пришлось сделать вот такую такой шейдинг потому что у нас все было бы одним куском это я использую скрипт который можно найти я в описании дам ссылку этот скрипт делает он в составе скрипт пока другого text tools называется он делает группы сглаживания по юви можно делать наоборот можно сначала группы сглаживания делать потом делать юви можно делать наоборот юви а потом по ним группы сглаживания предпочитаю вот это второй метод то есть сначала делаю юви потом скриптом генерирую группы сглаживания вообще на эту тему я наверно отдельно сделаю потому что я не хочу слишком много сейчас тратить на теоретическую часть поэтому можете просто мне поверить на слово так у нас вот появился получается вот этот элемент мы также делаем и тот же скрипт применяем видим что вот здесь вот стала одна группа сглаживания и все отлично ну то есть получился абсолютно правильно с шейдиный результат который нам и нужен collapse stack одну часть мы развернули идем дальше нужно развернуть основную часть если вы смотрели уроки на моем канале по развертки вы знаете что я применяю такую мнемоническое правило можно сказать по развертки разделяя объекты на цилиндрические части и на плоские здесь же мы явно видим плоские части вообще объект цилиндрический поэтому мы можем его развернуть как цилиндр я накладываю анвраб начинаем с выделение цилиндрических частей я просто выделяю центральный можно тут по углу выделить и увеличиваем выделение вот так и я использую flatten mapping я многие функции поставил на горячий клавишу поэтому можете не видеть что я нажимаю буду говорить выделяю также вот этот элемент также делаю сладный mapping также сделаем то же самое для этой части поскольку у меня выделено все также используется функция функция выделение по углу всю плоскость и выделяю автоматически выделяем релаксе мы здесь видно я кусочек забыл вот он повторяем операцию отлично так у нас остается основная часть и вот эти полосочки 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 она и на сразу отрежу чтобы они мне не мешали попробую такой вариант развертки я их отделяю делаю тут же flatten mapping у раннего еще вот один момент по поводу выравнивания вот у нас есть цилиндрический полу полуцилиндрический элемент такой то есть половинка цилиндра и мы видим что на развертки имеет такую дугообразную форму это не очень хорошо по нескольких причинам во первых такие объект такие куски и развертки хуже пакуются чем если бы он был бы ровный это раз во вторых текстура представляет собой массив пикселей то есть пиксели подобно вот этим объектом расположены друг за дружкой вертикально и горизонтально соответственно если у нас кусок на развертки и увешал имеет некие диагональные расположения то в этом месте мы видим пикселизированную лесенку алиасинг соответственно используется анти алиасинг для этого процедура подмешивания пикселей чтобы изгладить визуально этот этот артефакт но можно вообще избавиться от этой проблемы если выравнивать шелл то есть если мы выравниваем шелл мы сразу решаем две проблемы во первых покоится лучше во вторых мы избегаем алиасинга то есть зубчатых краев соответственно качество у нас увеличивается и это правило тем более важно важно чем меньше размером текстура поскольку анти алиасинг позволяет только за счет смежных пикселей сделать иллюзию сглаженной диагональной линии так как в сущности любое изображение на компьютере есть просто массив пикселей двухмерный соответственно если мы говорим о вообще мобильных играх и очень низкого разрешения текстурах то там обязательно выравнивать все вообще элементы так и вот это наверное то из-за чего я лично больше люблю разворачивать в ювей леяуте и с чем макс не очень хорошо справляется но у него тоже есть инструменты выравнивания вот мы можем выделить и выровнять вот с помощью вот этого инструмента наш shell и джи точнее наш или вот таким образом я выровнял я включаю чекер чтобы посмотреть как все выглядит но выглядит все хорошо пока что также ту же самую процедуру нужно проделать вот этой частью делаем развертку делаем релакс делаем релакс отлично и выравниваем шелы тем же инструментом не просто выравнивать важно а еще чтобы шелы не были повернуты скажем вот я часто наблюдаю такое в работах проверяю вот такое это тоже плохо и тут даже визуально виден алиасинг то есть лесенка такая нужно чтобы они были ровно вот и визуально на ровно и соответственно у нас остается один кусочек вот этот основной его надо порезать и развернуть чтобы его порезать и выделяю ребро выделяю лук отделяю выделение где она не надо нажимаем брейк выделяю весь кусок нажимаю релакс жду пока она разрелаксит также ювелый аут имеет более продвинутые алгоритмы развертки я сейчас коллапсю стек потому что если сейчас макс вылетит то у меня ничего не сохранится вот и я как бы когда я коллапсу стек с наложенным анврапом то получается что я накладываю то есть не накладываю а запекаю как бы текстуру в меш то есть не текстура а развертку то есть развертка навсегда как бы сохраняется и уже сбросить нельзя случайно или нет только если еще раз сделать развертку сверху так нам надо разрелаксить этот элемент продолжаем его выравнивать можно здесь немножко настроить чтобы пошустрее происходил релакс я увеличиваю маунт до единицы и надо подождать сейчас он выравняет так как сетка получилась довольно плотная соответственно ему релаксить сложнее чуть-чуть вот вот у нас и получилось уже практически готовая развертка то есть я считаю что в данном случае принимая решение нам не надо отрезать вот эти кусочки здесь будет вообще одна группа сглаживания еще очень важный момент по поводу группам сглаживания и швам на UV то есть разрывам на UV есть такое мнение что хардэш равен шву на UV это так но есть также мнение что шов на UV равен хардэшу а вот это уже не так то есть первостепенно группа сглаживания если у нас хардэш то обязательно должен быть UV шов а если у нас UV шов то не обязательно должен быть хардэш то есть мы можем вообще как капусту разрезать нашу модельку но мы не должны на это ставить группы сглаживания разные это часто портит шейдинг модели делают ее неоднородной так что это важный момент делаем релакс вот у нас получилось здесь следовало бы выровнять вот эти крайние элементы ну давайте выровняем выровняем пока пока что нижние я выделяю так проверяю чтобы лишнего не было есть я знаю есть скрипты которые позволяют выравнивать более удобно чем стандартные средства ну вот я выровнял и получается что у нас немножко перекосилась вся развертка то есть может быть в данном случае лучше не выравнивать вот если бы в максе мы полностью делали только в максе то пришлось бы чуть подольше повозиться тут выравнивая развертку в принципе если ее оставить то ничего страшного тоже не произойдет ну теперь мне надо привести все к единому масштабу запакую также мне надо добавить сюда я конверчу в поле оттачу наш переключатель также андраб также делаю раскил элемент чтобы привести их к единому масштабу пакую затем проверяю с помощью чекера что все у нас имеет одинаковый масштаб то есть одинаковый текстиль ну собственно все развертка завершена тут ее можно попытаться уложить более красиво но на самом деле мы тут ограничены вот этим юви квадратом так что все что можно сделать это увеличить просто совсем чуточку хотя вот если в угол поместить то можно больше то есть дальнейшее это выравнивание вот этих элементов но если я вот эти аджи сейчас выровняю сейчас покажу то у меня будут потяжки вот здесь внизу что не очень хорошо вот ювела я вот в этом смысле чуть чуть лучше делает чтобы разворачивать ювела я вот я использую дополнение юви пайп ну бесплатно можно скачать выбираю new и выделив обе модели отправляю их ювела я вот вот так выглядит ювела я вот это видео не по программе ювела я вот а по работе над игровым асетом полный цикл поэтому я тут останавливаться не буду покажу лишь и как я буду это делать ювела я вот и точно так же я просто выделяю эту часть отделяя эту часть отделяя эту часть отделяя затем делаю надрез тут нет по-моему я там выше делал тут то есть принцип развертки во всех приложениях он абсолютно одинаково также тут я именно это отделяя мог бы захватить еще вот этот внешний луп но в таком случае мне бы пришлось сделать шейдинг модели хуже потому что она бы сшедилась под одной группе сглаживания было бы ну не очень также захватываю вот это то у нас будет отдельным шелом забыл кусочек так проверяем проверяем также отрезаем тут снизу и делаем один общий надрез на всю длину не уверен что его надо делать по центру но с другой стороны тут везде будет его видно поэтому сделаю по центру там еще надо было на хай поле посмотреть вот и мы переходим в режим юви тут я просто все разглаживаю вот кстати как он разглаживает вот эти дуги сразу ровненько вот он плюс даже если он не ровненько как то вот так вот то одной горячей клавишей R и мы это исправляем вот так остается у нас и смотрите насколько быстрее ювилея вот с этим справляется ну то есть в принципе программа специализированная соответственно намного лучше справляется также мне нравится что здесь мы можем пометить отдельно горячей клавишей ребра которые мы хотим сделать ровными и он подгонит всю сетку не только эти ребра но и но и смежные программа вся находки их поэтому их надо знать обязательно все также помечаю тут хотя нет не буду помечать так когда у нас все помечено просто нажимаем relax и продолжаем то есть так результат посмотрим специальном окне с наложенной сеточкой увеличим масштаб ну так в целом есть конечно потяжки но все в пределах допустимого так а теперь пакуем ну он кстати сразу же засунул вот этот элемент в угол и запаковал как мне кажется наиболее ну тут просто лучше не получится просто из-за того что модель простая тут у нас все и так хотя бы можно правда объединить некоторые части по смыслу рядом расположить только я вот по-моему вот это так еще один нюанс это паддинг паддинг это то что мы еще должны учитывать во время того как делаем развертку паддинг это отступ от от шеллов друг от друга и от шелла и от края юви тайл потому что сразу же за тайлом у нас начинается вот это место соответственно если мы расположим тут и тут наши ювишалы то они будут по сути ограничить поэтому соответственно нужно делать там тоже в общем паддинг учитывать паддинг зависит от разрешения текстуры потому что паддинг напрямую работает с мип-маппингом точнее он нужен для того чтобы при мип-маппинге не было артефактов на эту тему тоже будет наверное отдельное видео возможно но это тоже касается больше технической части и по паддингу есть таблицы которые там показывают для 2048 скажем классическое значение 16 можно делать и меньше здесь паддинг у меня на глаз можно включить здесь отображение паддинга и настроить более точно но это нам не надо сейчас все я отправляю модель обратно в макс коллапсу все это мне больше ничего не надо накладываю чекер карту для того чтобы посмотреть результат увеличим тайлинг и делать так и такими яркими так вот собственно мы и получили результат никаких дополнительных манипуляций уже не требуется единственно что можно сделать это вот здесь мы видим некий шейдинг артефакт то есть из-за того что у нас группа сглаживания здесь пробита единственно одна единственная мы имеем такой вот результат так поэтому мы можем просто воспользоваться этим скриптом и он нам проставит группе сглаживания вот как я и говорил но вот как я и говорил нет смысла везде их ставить как вот нам скрипт проставил везде где отдельно ювишелы где есть юви юви сим ювы ювиш вы там он у нас поставил хардэджа это в данном случае это не совсем правильно поэтому мы сделаем так я вот этот хардэдж вообще уберу здесь группой главе 2 я выделяю вот это все и на нее тоже так сейчас я скрою этот элемент вообще его надо уже отделить и выводы тачу даже назову его там парк 2 допустим парк 2 и так здесь группа сглаживания 2 естественно отделяем все ставим вторую группу так вот чтобы у нас была единая группа сглаживания здесь тоже все хорошо кроме вот этого места здесь опять же вторая а здесь третья вот нам надо так чтобы третью заменить так сказать на вторую потому что вот этот шов нам ни к чему здесь потом мы выделяем select by smoothing group выделяем третью нужно были выделиться только вот эти проверяем так ли есть да и убираем третью ставим вторую все остальное у нас запечется с хай поле так в общем практически все готово к запеканию печь я буду в substance painter я единственно что перед тем как запекать необходимо сделать еще некоторые манипуляции во первых я переименовал здесь переименую part 2 low и это будет part 1 low то есть часть 1 low это в данном случае будет означать у нас что это low поле то есть мы будем бейкать по именам чтобы не разносить модель вспомним что там с хай поле нашей хай поле соответственно нам тоже надо назвать для того чтобы также мы можем это все переименовать можно использовать стандартный 3д максовский ренеймер объекта это у нас будет base name part part 2 хай вот таким образом part 2 high 0 1 part 2 high 0 0 это не важно что у нас после хай главное что то у нас вот это суффикс правильный потом идет хай и дальше уже не важно что то же самое мы проделаем со всем остальным только заменим part 1 и с единицы начнем это неважно вообще скрываем поле выделяем все кроме у нас 12 объектов part 1 отлично когда когда я переименовал все объекты их надо экспортировать и можно приступать к запеканию но есть еще один маленький нюанс дело в том что мы можем упростить себе работу если мы назначим цвета заранее цвета на хай поле а потом их запечем на лоу поле и получим айди маску по которой мы сможем маскировать наши чтобы не рисовать там масочки иногда удобнее это сделать на хай поле включаем референсы хочу посмотреть так у нас как бы она состоит из двух частей вот это металлическая вот это пластиковая ну или крашеный металл неважно вот это единая часть она и так у нас единым машем так что нам нет смысла ее маскировать вот эта задняя часть у нас отличаются также отличаются болтики болтики у нас вроде бы одного материала с вот этим отлично давайте посмотрим как у нас тут у нас отдельно тут идет болтик вот отлично я создаю сразу наподобие того как у нас раскрашена модель создам материал еще один новый желтый его можно не подписывать потому что пойдет только цвет но я подпишу на целый случай желтый материал так и он у нас будет наложен например вот сюда также он будет наложен у нас вот сюда и проверяю все остальное все ли нормально а вот тут тоже не помню я их моделью моделью почему-то тут вот болтики у нас тут вот болтики у нас я их не домоделил или где-то выключил понятно я их забыл моделить на самом деле их они такие же как и там то есть вот у нас финальная такая проверка идет всего так устанавливаем на место они должны быть серенькими все правильно только имя надо поменять парт парт 1 хай 50 и не даже еще меньше так как я их масштабировал мне нужно будет сделать x4 на них это то же самое что и обычный резид x4 потом накинуть турбосмос например так x4 вообще желательно сделать хай поле и слоу поле предэкспортом так и у нас вот эта часть она другого цвета я сделаю так я выделю все полигоны так и просто добью их до центра вот так и назначаю другой материал хорошо так не работает тогда зададим матайди 2 создадим мультимат материал вот этот вот это из-за того что это edit поле если бы было бы editable поле можно было просто перетаскивать но я не хочу коллапсить стек поэтому я оставлю вот и теперь этот материал просто назначить наш мультиматериал вот этот вот отлично вот также я думаю может быть добавить как бы между ними что-то вроде резиночки ее можно будет потом убрать если не надо я добавлю сделаю другого цвета и просто помечу ее выделяем edge конверте в поле нажимаем grow и меняем айди на другой это как бы будет прокладка у нас я не знаю буду ли я ее вообще использовать или нет так проверяем желтый желтый синий все замечательно может быть тут не супер точно получилось но главное принцип эту я сделаю вообще отдельно хотя мы можем сразу и даже цвет поменять тоже если захотим скажем такой вот красненький как на концепте точнее на пример вот берем такой красненький кидываем все готово для тестового байка я запускаю собственно собственно интер выключаем референсы и пока что ну поле я скрою сначала экспортирую хай поле экспортирую хай поле экспортирую хай поле чтобы fbx сколлапсил вот он говорит что сколлапсил окей теперь лоу поле включаем слой выделяем экспортируем то же самое только есть еще такой тип типс если правильно назвать материал вот этот то он и будет в списке в пейнтере поэтому я лучше переименую его сразу ну так и экспортируем лоу поле подписывать что это лоу поле не обязательно так ну теперь собственно бейтинг переходим собственно с принтера я использую самую последнюю версию идем файл new normal map формат пусть будет по дефолту хотя я ставлю open gel или unity это не важно это все можно потом настроить выбираем лоу поле мэш вот он наш лук поле мэш открываем проверяем все руки все на месте теперь будем бейкать устанавливаем делейшин как раз тоже вместе с паддингом работает пока оставили 1024 добавляем высокополигональный мэш и нажимаем бейк все отлично пишет бейтинг файлы это потому что мы не настроили бейтинг айди сейчас будем проверять смотрим что у нас получилось вот такой быстрый тестовый бейк и и даже теперь видно что все в общем то в порядке теперь настроим немножко бейк я все вообще использовал по дефолту использовал average нормалс пока что без анти алясинга у нас ругнулся на айди потому что у нас стоит вертекс колор вертекс колор это если мы поле пейнт заброшь причем например а нам надо материал колор выбираем материал колор и бейк и теперь никаких не должен выдавать нам сообщение у кнопочки б мы можем пролистать все запеченные карты это нормал это world space это айди все отлично как прям это ambient occlusion шумновато надо перепечь курвейчур синтез самое интересное что даже все хорошо даже получилось никаких артефактов несмотря на то что я не ставил галочку матч бойны стоит always вообще надо было оставить бай машины попробуем бай машины ну вот пропал вот тут артефакт видно чуть-чуть стало лучше ну собственно вот и все на сегодня дальше будем текстурить я лишь могу сейчас быстро применить какой-нибудь смарт материал чтобы протестировать наши карты так и кстати грамотно сделанные грамотно сделанные грамотно сделанные хай поле даже при 1024 карте дает очень качественный результат вот смотрите все вот эти фаски о которых я говорил мягкие они очень хорошо отрабатывают раз вот о чем была речь то есть тут тут все читается все отлично и тут то о чем я говорил тоже кстати мы можем локально увеличить этот кусочек чтобы он как бы был более высокого качества так как место нам позволяет и тут все просто замечательно тут просто уже сам объект маленький все таки карта 1000 до 4 можно запечена 2к будет лучше и будет текстурка скорее всего 2к то есть вот все что я говорил по вот этим фаскам тут наглядно видно и кстати мы там делали экспериментальный эксперимент по плавающей геометрии и вот кстати на 2к уже лучше ну вот кстати и алиасинка которыми я говорил немножко поплыл поплыл вот этот болтик но не критично если мы будем печь в non-average он будет ровным для этого этот режим и есть также мы видим что вот здесь вот такая лоупольность запеклась потому что я забыл наложить turbo smooth перед экспортом это можно поправить тоже то есть ряд после тестового бэйка всегда делается ряд каких-то дополнительных действий если мы можем улучшить как-то результат и вот тут вот видно что немножко инородно выглядит вот на нормале его бы сгладить было бы хорошо это можно сделать тоже но в целом я лично доволен отлично получился бэйк то есть тут вот плавающей геометрии практически не видно что тут что то вот вот курватура может выдавать курвейчур но ее надо почистить будет отлично вообще зато сколько сэкономлено времени по модели моделирования так давайте еще какой-нибудь материальчик накинем посмотреть как она вообще как она вообще ну в общем отлично отлично на этом все всем удачи и пока 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 Продолжение следует...